Я когда это вспоминаю, реально это самый ужасный момент в моей жизни. Чё? Настолько это мне запомнилось, и даже... А, почему я попала к директору? Ревность. Ревновали друг друга? Кого именно? Друг друга. Следующий вопрос. Были ли отношения? На Таванхан. Если вы меня смотрите. Знаете, я не забыла. Я бы показала жест на меня. Ночевка друг от друга. Мой папа говорит, кого ты больше любишь? Гамбургер для меня. Я говорю, ну что за вопрос, отец? Конечно же, Гамбургер. Завидовали ли успеху друг друга? Да. Было бы еще чуть-чуть освещение было. Давай быстрее, я че хочу. Че хочу. Вечно она что-то хочет. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмили и... Аскватима. Обворожительная, неповторимая, прекрасная. И сегодня мы снимаем тег «Было или не было». И в преддверии Хэллоуина мы решили не выбрасывать вот эти вот тыковки, которые снимали для видео Аскватима. Если вы хотите увидеть это видео, ссылочка на ее канал будет в инфобоксе. Переходите и смотрите. Ты готова? Да. Сегодня, надеюсь, ужастиков не будет. Нет, нет. Мы просто сидим в темноте. Не пугай меня больше только утра. В 12 часов ночи. В моем видео она делала такие вещи. Делайте тоже. Неожиданно. Я чуть не могу от страха. Это видео у меня на канале. Ссылка будет внизу. Мы в инстаграме попросили вас задать вопросы. Ссылки на наши инстаграмы внизу. Если что. Так вот. Первый вопрос. Завидовали ли успеху друг друга? У меня не было. У меня тоже не было. Вообще не было. Ну ты мой путь. Следующий вопрос. Скрывали доход друг от друга. Это вообще нереально, мне кажется. Нереально. Она мой финансовый директор. Финансами тут занимаюсь я. Кажется, я какнула чай на таблине. Ой, какой аромат. Эта тыковка горит. Это создает такой аромат. Реально. У нас здесь еще рахат руку. Слушай, здесь можно даже разделить и кушать тыковку. Давай. Как пахнет. Ну я люблю, кстати, тыкву. Я тоже люблю. Кто за мукбанк с тыквой? Да, хорошая идея. Рахат руку. Открою. Как классно он упакован. Можно я это возьму себе? Да, только не зажги ее. Как вкусно пахнет галя паленой тыквой. Это вызывает опять. Который так есть. Поднимает. Который у нас никогда не угасает. Обещает всегда. Мой папа говорит, кого ты больше любишь? Гамбургер для меня. Я говорю, ну что за вопрос, отец? Конечно же гамбургер. В последние годы только гамбургер рядом со мной и все. Мой папа юморист, конечно. Ну давайте, открывайте уже. Я уже передумала есть. Следующий вопрос. Все, давай. Сворачивай это видео. Давай просто поедем. Сворачивай. Ну и мой, это челленджа. Закрываемся, ребят. Пахнет с кудрой и лимончиком. Пахнет Турцией. Следующий вопрос. Были ли отношения? Почему мне постоянно смешно, я не знаю. Может ты пустышка, мешка? Они мятные, как кусок. Пустышка. 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 И мятные. Как вкусно. Давай дальше. Ругались? Мы все одинаково поднимаем. Было. Обычно я всегда обижаюсь на Фатю. А мы сразу меримся. У нас не бывает долгих шоу. Полное взаимопонимание. Полное идиллия. Была ли одежда, которую ты не могла себе позволить? У тебя не было? Я просто не хожу по таким магазинам. А я хожу, смотрю, слюнки капают и ухожу. Но зато сегодня я была на рынке. И там были сапоги, которые стоили 500 монат. Это очень много. Чтобы вы понимали. Я напишу здесь. Сколько в рублях. Конверсация будет здесь. Короче, они были, правда, кожаные. Но это был рынок. Они стоили 500 монат. И магазин назывался Матмуазель. Представляете, я купила себе сапоги почти за тысячу. За полсотенца. Полтыща. Полтыща, да. Короче, 500 монат купила сапоги. Подружки спрашивают. Фатя, где купила такие классные сапожки? Я говорю, на рынке купила в магазине Матмазель. Они думают, что я чушка. И при этом я заплатила 500 монат. Я подумала, что нет, не стоит. Мы пропиарили этот магазин. Черный пиар, тоже пиар. Не благодарите. Отправляйте сапожки бесплатно. Теперь вы знаете, где можно купить паленые сапоги за 500 монат. Теперь вы знаете, где мы одеваемся. Или не одеваемся. Ночевка друг от друга. Это мы ответим одинаково. Не было такого у нас. К сожалению. Я бы хотела. После справления сегодня я останусь у вас. Где есть на завтра дела? У меня никаких. Я завтра иду к врачу. Да. У меня на неделю просто не было дела. Я хотела переехать. Хочешь, переезжай. Просто мне придется утром уйти. С чего там? Я понимаю. Ревность. Ревновали друг друга? Кого именно? Друг друга. А я не такая чокнутая малолетка, как мне. Всем, кто не прикажешь. Чувства берут верх надо мной. Была ли у директора? Нет. Я была. Точнее не у директора, а у ректора в университете. Была учительница, которая специально меня выгнала с экзамен. Говорить так про учительницу не очень. Очень плохой человек. Она работает в Герби-Каспи университете. Опять черный пиар. Как ее зовут сейчас? Ее зовут Натаванхан. Такая белобрысая такая. В общем, этот человек специально меня выгнала с экзамена. Хотя у нее не было такого права. Я училась на первом курсе. Я не знала свои права. Она должна была сделать хоть одно предупреждение. Она не сделала ни одного предупреждения. Просто выгнала меня с экзамена. И получается, что я заплатила огромную сумму за средств. Просто потому, что человек так поступил со мной. Это было очень нечестно. Потому что я зашла на этот экзамен с максимальными просто баллами. И после этого она убила во мне все желание просто учиться. Вот реально к этому человеку я испытываю такие негативные эмоции. Я считаю, что такие люди не должны преподавать просто. Учителя должны мотивировать ребенка, чтобы они... Успокойся, все хорошо. Я когда это вспоминаю, я реально это самый ужасный момент в моей жизни. Ничего. Настолько это мне запомнилось. И даже... А почему я попала к директору? Я при всех высказала ей о том, что я думаю. В не очень культурной фабрике. Ну прям я меня разрывала. Да, я не знала, что ты способна. Так она вечно меня обвиняет, что я грубая. Ну и знаешь, это иногда в тему. Иногда это нужно реально. Я, конечно, мягкий человек, но иногда я взрываюсь. Ну ты знаешь. Вот. На Атаванхану. Если вы меня смотрите. Знаете, я не забыла. Я бы показала жест на мне на YouTube. Я бы показала много жест на Атаванхану. Я надеюсь, что ей передадут. Что я еще ее помню. Будет у меня миллион подписчиков. Мы с вами встретимся. А зачем ты платила? Это штраф как бы? Если ты срезаешься с какого-либо предмета в частном вузе, ты платишь за то, чтобы еще раз пройти этот предмет. И получается полгода я ходила индивидуально на этот предмет, который я знала в совершенстве. Было, знаете, самое обидное то, что это была математика. Я поступила в университет из-за математики. Ну, в общем, давайте не будем об этом. А за что я тебя выдумала? Из-за того, что мальчик, который сидел рядом, у меня списывал. Вот я не преувеличиваю. Это реально было. И его, и его, и меня. Без одного предупреждения. Взяла в игно. Да, я ничего не говорю. Он меня списывал, я видела, но я ничего не делала при этом. Я что, должна была ему дать с ноги, клеща дать? Устроить там драку? Или ей пожаловаться, что он меня списывает, потом весь класс, чтобы меня гнобил? Ужас. В общем, такая такая история. После этого у меня вообще неохота получиться. Была замужем. Главное, не перепутать ничего. Не было. Нет. Мы еще молоды. Любовь с первого взгляда. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Нет, не верю. Я тоже. Почему не веришь? Потому что я считаю, что нужно узнать характер человека. Влюбляешься, наверное, в образ невозможно влюбиться, мне кажется. Внешность для мужчины это не главное. Вот именно, да. Даже наоборот. Когда я вижу супер ухоженного красавчика, мне сразу кажется, что он эгоист какой-то. Взаимная любовь. Взаимная любовь. Ну, значит, было им взаимно. Было. Следующий вопрос. Обижались друг на друга? Это уже было. Ругались. Одно и то же. Одно дело ругались, другое дело обижались. Я не обижалась, но она обижалась. Да, всегда я обижаюсь. Эту функцию в наших отношениях выполняли. Ты говоришь в наших отношениях, ты меня смущаешь. Мы нормальная амитация, мы любим мужчин. Ну, дружба это же тоже отношение друг к другу, разве нет? Да, ну просто как это звучит так странно. Было ли такое, что нравился один парень? Не было. Это я могу за двоих показать, потому что у нас разные вкусы, разные предпочтения. Да, мы миллион раз об этом уже говорили. Прогуливали ли уроки? Было. Один раз не хочу подавать плохой пример зрителям своим. Не делать так, это было всего один раз. В жизни это был урок рисования. Нет, у меня такое часто было, но у нас это было всей группой или всем классом. Не было такого, что я ухожу из дома, а мне говорю, я иду в школу, а сама иду куда-то в другое место. Такого никогда не было. Один урок, просто я была в буфете, там, полурока, а потом уже стыдно было заходить, потому что я знала, что я получу. Два, двояк. Не то, что двояк, но меня заставят стоять. Типа не в углу, у нас был такой класс, там не было углов, а там была стенка пустая. Круглый класс был? Нет, почти. На этом все. Вторая часть будет у Фати на канале, так что обязательно подписывайтесь, ждите это видео. Все, может быть это видео уже вышло, если оно уже вышло, я оставлю вам в комментариях закрепленную ссылку на это видео. А с вами Вайка Эмири и Асква Тима, всем желаю удачного дня. Не забывайте подписываться на нас, нам будет очень приятно. Пока. Пока.